Здравствуйте! Продолжая тему театра, сегодня мы посетим Центр Крымско-Татарской культуры, Крымско-Татарский Академический Музыкально-Драматический Театр. Здание Крымско-Татарского Музыкально-Драматического Театра расположено на правом берегу Салгира и занимает очень выгодное градостроительное положение. В начале 20 века застройка Симфероболя переходит на правый берег. Правый берег очень долго не осваивался, тут были только загородные особняки, дачи, сады, парки, все что угодно. Но в начале 20 века застройка интенсивно переходит на правый берег, но и получает название «Новый город». Традиции театра ведут свое начало от театрализованных спектаклей при дворе крымских ханов в 14-15 столетиях. В 1901 году было открытое здание стационарного театра, а период с 1922 по 1937 года театроведы называют эпохой Крымско-Татарского Ренессанса. Строительство этого здания началось еще со времен Великой Отечественной войны. Потом была пауза, вы знаете, потом вообще события такие, которые эту идею надолго приостановили. И в 1989 году театр начал снова возрастаться. Но после возвращения, да, после возвращения возвращается театр уже туда, где он должен быть. Здесь и клуб культуры МВД, здесь много чего было. В архитектуре здания театра ярко выражен конструктивизм. Именно чередование является ключевым словом, которое архитектор с легкостью применил в постройке этого здания. Очень красивый конструктивизм, правильный, пропорциональный. Это чередование гладких плоскостей и шероховатых. Это чередование горизонтальных и вертикальных объемов. Это летние пространства, когда можно выйти и подышать свежим воздухом, глядя на застройку города. Это хорошее фойе, зал великолепный. В общем-то, конечно, архитектура Крымско-Татарского театра – это наша жемчужинка. Очень ее любят исследователи Москвы. И с большим удовольствием изучают архитектуру театра. И даже он уже присутствует во многих выставках, которые проходят по России, связанных с Крымом. Остались ли какие-то детали с первой постройки здания? Ну, конечно, вот этот полукруглый вестибюль, этот балкон с звездами – это все задумка архитектора. И оно воплощено деликатно, без ошибок. Это очень красивое здание. Войдя во дворик, наше внимание невольно привлекают полукруглые колонны. Ольга Григорьевич, а о чем говорят полукруглые формы колонны? Это рассказывает о том, что автор, для него не было ничего второстепенного, что во дворе, что на улице. То есть вот эти скругленные углы он оформляет полуколоннами. Ну, это дань античной традиции. Хотя здесь нет ни капителей, ни бас-капителей, нет никакой лепнины, потому что конструктивизм признает только чистую конструкцию. И это очень интересный элемент. И он для Крыма единственный. Все то, что чувствует наша душа в неясных, смутных ощущениях, театр преподносит нам в ярких образах и громких словах, сила которых поражает нас. Это был Променад. Встретимся ровно через неделю.